МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давайте поговорим о программе, в чем ее, в принципе, суть и как давно она реализуется в нашем крае. В целом, с 2018 года распоряжением правительства Российской Федерации утверждена стратегия безопасности дорожного движения в стране. И на основании этой стратегии в крае реализуются мероприятия, разработана государственная программа Ставропольского края безопасности дорожного движения. Кроме того, реализуются мероприятия региональных проектов, муниципальные программы, которые направлены на повышение безопасности дорожного движения. Сама программа была разработана в 2018 году и с 2019 года в полной мере реализуется. А Миндор-Края сам занимается реализацией программы или взаимодействует еще с кем-то? Нет, конечно. Здесь в целом безопасность дорожного движения. К решению вопросов по безопасности необходимо подходить комплексно. Есть соисполнители у этой государственной программы. Часть этих мероприятий реализуются Министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. Также мы находимся в плотном взаимодействии с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения по Ставропольскому краю. Часть мероприятий в рамках регионального проекта выполняется Министерством образования. Это такие мероприятия, как профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Также есть мероприятия Минздрава. То есть в комплексе мы стремимся к снижению смертности. И в идеале, конечно, это нулевая смертность на дорогах. К сожалению, не всегда получается этих результатов достичь, но всегда стремимся к нулевой смертности. А есть какие-то цифры для сравнения по снижению смертности? Да. К примеру, в 2018 году у нас в крае на всех дорогах, это и федеральные, и региональные, и местные, гибло более 400 человек в год. На сегодняшний день эта цифра заметно ниже. Мы ее сократили к 2024 году практически в три раза. То есть результаты существенные. Это и мероприятия по приведению дорог в нормативное состояние, и по установке комплекса фото-видеофиксации. Не стоит забывать, что основная цель комплекса фото-видеофиксации – это не палочная, скажем так, мера, не привлечение, не наказание, а профилактика. И теми мероприятиями, которые мы провели, существенно удалось снизить и количество мест концентрации ДТП, потому что камеры на сегодняшний день устанавливаются либо в местах концентрации ДТП, либо на потенциальных аварийно-опасных участках. И на сегодняшний день подавляющее большинство тех очагов аварийности, которые были в 2019 году, в 2020 году, они ликвидированы. То есть на сегодняшний день движение успокоено, и удалось сохранить очень много человеческих жизней. – А если говорить конкретно об опасных самых участках, которые вы сказали, это какие? – Ну, одни из самых, самым, наверное, у нас аварийно-опасным участком, в связи с интенсивностью движения, у нас край транзитный в целом. Очень большое движение транспорта идет по федеральной трассе Кавказ, от Невиномыска до Минеральных вод и далее в соседней нашей республике. Точно так же в обратном направлении транспорт движется в сторону Черноморского побережья, средней полосы России. Трасса Кавказ самая, скажем так, интенсивная по своему движению. И те меры, которые принимаются федеральным казенным учреждениям, это и установка тросового ограждения по оси, и установленные комплексы фото-видеофиксации позволят существенно снизить смертность. Да, мелкие ДТП остаются. Очень много было вопросов жителей в части установки троса. Что где-то, возможно, неудобно, где-то страшно. Но, тем не менее, удалось существенно снизить количество ДТП. Самых опасных – это выезд на полосу встречного движения. В этих ДТП гибло подавляющее большинство и жителей, и гостей края в процентном отношении ко всем ДТП. Аналогичные мероприятия мы выполняем и на дорогах регионального значения. Это, в частности, в этом году участок дороги Ростов-на-Дону Ставрополь в границах Верхнерусского. Также на северном обходе установлено тросовое ограждение. В прошлом году аналогичные участки были и на дороге Пятигорск-Георгиевск. Кроме того, в тех местах, где невозможно установить тросовое ограждение, мы ставим сигнальные столбики по оси. Они, в свою очередь, и дисциплинируют водителей. И при неблагоприятных погодных условиях пользователи дорог всегда четко видят ось в проезжей части и понимают, что выездная полосу встречного движения здесь чреват. Да, но трасса действительно изменилась за последние годы. Сама недавно приехала и насколько удобно стала ездить по этой трассе. Действительно подтверждаю. Давайте еще поговорим о самих мероприятиях профилактических, которые проводят полицейские. Правильно? На дорогах. Они же существуют. Вы с ними взаимодействуете? Естественно. И в рамках Краевой межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения эти мероприятия и рассматриваются, и планируются. Председателем комиссии является губернатор Ставропольского края Владимир Владимирович Владимиров. Заседания комиссии проходят ежеквартально. Мы всегда приглашаем и органы местного самоуправления, управление ГАИ, территориальное его подразделение. Также в заседаниях комиссии принимают участие другие заинтересованные лица. В частности, это могут быть и дорожные организации, и Минобор, Минздрав. То есть в комплексе вот эти проблемы, которые там рассматриваются, и решение этих проблем помогают существенно снизить. Нельзя говорить о том, что смертность на дорогах полностью удалось победить. Нет. Нет. Зачастую основными причинами ДТП являются нарушения правил дорожного движения. Как такового на сегодняшний день сопутствующего дорожного фактора неудовлетворительного на краевых дорогах нет, процент очень низкий по ним. Основные причины – это выезд на полосу встречного движения, в том числе в нарушение правил дорожного движения. Это через сплошное непредоставление преимущества при проезде, пересечении, в том числе на светофорах. А также основная боль – это наезд на пешеходов, в том числе на пешеходных переходах. А вот с погодными условиями как бороться, если вот начинается метель, да, и мы знаем, в Ставропольском крае ветер. Насколько я помню, ну вот полицейские, например, ограничивают движение большого транспорта, когда действительно уже ему нельзя ездить. Еще какие-то меры вот именно с погодой существуют? Ну, ограничения транспорта не только большегрузного, да, хотя у нас есть участки дорог, в частности подъезд к городу Ставрополь, от города Неведомыска, ТР-217, Кавказ. Да, большие там продольные уклоны, большегрузу тяжело подняться в гору. Ну, кроме того, и переметы могут быть, ограниченная видимость, да, в тесном взаимодействии с ГИБДД, ограничиваем дорожное движение, происходит очистка, если там дело именно в покрытии, да, если очень сильная метель, наносы на проезжую часть. То есть, естественно, при сильном боковом ветре, та песко-соляная смесь, которую, обработкой которой происходит покрытие, она не работает при таких условиях, потому что ее элементарно там сдувает, сносит, образуется снежный накат и гололед, да, черный лед, так называемый. Поэтому принимаются решения о введении временных ограничений, всегда просим при неблагоприятных погодных условиях где-то воздержаться от поезда, где-то выбирать альтернативные маршруты. В частности, вот, когда вводятся ограничения на трассе Кавказ от Минеральных вод до Невиномыска, всегда есть альтернатива, это дорога регионального значения Ставропо-Александровской Минводы, транспорт перебрасывается туда. Либо же с помощью патрульных автомобилей Госавтоинспекции происходит движение колоннами, впереди идет патрульная машина, вот, и с небольшой скоростью, при ограниченной видимости, этот транспорт пропускается. Ну, здесь, конечно, и водители должны быть, прежде всего, бдительны сами. Про камеры давайте поговорим немного. Вот их еще наверняка же начали использовать для фиксации ПДД еще раньше этой программы. Как они действуют? Да, первые комплексы целенаправленно, значит, массово появились в Ставропольском крае в 2019 году. Эта работа была налажена нашими коллегами из Министерства промышленности Ставропольского края. Были установлены комплексы как на дорогах федерального, регионального, так и местного значения, сложные перекрестки, потенциальные аварийно-опасные участки, места концентрации ДТП, да, все эти участки были оборудованы. В дальнейшем, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» и входящего в его состав проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», было принято решение об установке дополнительных 86 комплексов фото-видео фиксации. Значит, полностью этот показатель, который был установлен в Федерации, краем выполнен. Значит, но, тем не менее, на сегодняшний день мы видим потребность, да, потому что места концентрации ДТП эмигрируют, и в этом существует, да, такая проблема, потому что зачастую автовладельцы, видя перед собой комплекс фото-видео фиксации, да, на сегодняшний день, эта вся информация о местах расположения есть в открытом доступе, это обязанности органов власти размещать в открытом доступе информацию, то есть можно посмотреть на сайте госавтоинспекции, где эти комплексы установлены. Вот, зачастую, снижая скорость непосредственно перед опасным участком, дальше, наверстывая время, пытаются догнать, и, соответственно, в других участках превышают. Вот, в связи с этим места концентрации ДТП где-то эмигрируют, но в текущем году принято решение оборудовать еще 9 участков такими комплексами, работы на сегодняшний день завершены, это дороги регионального значения, опять же, вся информация о них есть в открытом доступе, да, можно посмотреть, где они расположены, где они размещены. Если говорить об индикаторах, которые показывают, что эффективна работа этой программы, то вот каковы они и что, в общем-то, показывают за последний год? Ну, что касается индикаторов, да, это в первую очередь количество погибших на 100 тысяч жителей Ставропольского края и всего порядка 18 индикаторов, прошу прощения. Вот, но основной показатель – это количество погибших в результате ДТП, и, к примеру, в 2019 году, да, там, 393 человека. На сегодняшний день, там, в 2022 году этот показатель, там, составил 313 человек, да, это основной индикатор, да, но мы, нам есть к чему стремиться, то есть снижать и снижать смертность. Вот, кроме того, ну, к сожалению, да, в ДТП погибнут и дети, также в 2022 году, да, к примеру, погибло на дорогах 13 детей, вот, 13 несовершеннолетних. Вот, это, конечно, боль и родителей, в первую очередь, да, и наша основная задача добиться снижения смертности, вот, именно самых незащищенных участников дорожного движения, это пешеходов, и, в частности, малолетних пешеходов. Да, соответствующие мероприятия предусмотрены и в муниципалитетах, как в рамках нацпроекта безопасной качественной дороги, так и на региональных дорогах. Это, в первую очередь, обустройство всех пешеходных переходов у детских образовательных учреждений, пешеходным ограждением для ликвидации, скажем так, несанкционированного, да, беспорядочного перехода проезжей части. То есть, все пешеходные переходы у детских образовательных учреждений должны быть оборудованы пешеходным ограждением для канализации движения детей, чтобы водитель уже понимал, что есть пешеходный переход, и дети пойдут именно по пешеходному переходу. Избежать вот этого перебегания через проезжую часть, там, за 50, за 100 метров до пешеходного перехода. Кроме того, эффективным способом, да, снижение аварийности себя показали искусственной дорожной неровностью. Принудительное снижение скорости очень эффективно. Установка освещения. Если нет, допустим, каких-то подводящих линий электропитания, мы всегда используем на солнечных панелях освещение. То есть, хорошо себя зарекомендовало. Также это пешеходные светофоры типа Т7, это желтый моргающий, либо пешеходные светофоры с вызывной кнопкой. Вот очень много сейчас и в городе Ставрополь, и на региональных дорогах будем применять вот именно вот эти вот. Я уверена, что и автолюбители, и профессионалы заметили, насколько за последние годы изменились дороги качественно. Действительно, хотелось бы спросить у вас про инновационные какие-то подходы к ремонту и строительству дорог. Есть ли они в нашем крае? Если говорить отдельно о ремонте, капитальном ремонте, да, именно о качестве дорожного покрытия, да, несомненно, не стоим на месте. В России уже на протяжении ряда последних лет мы применяем технологию холодной регенерации, асфальтобетонного покрытия. Хорошо зарекомендовала себя технология на участках с высокой интенсивностью движения и именно на тех участках, где происходит движение большегрузного транспорта. Вот, также это и полимерные битумные ленты для того, чтобы не было раскрытия продольного шва асфальтобетонного покрытия. Вот, но на этом, скажем так, в плане только на покрытии новые технологии там не останавливаются, да, это и применение современных технических средств организации дорожного движения, это и внедрение интеллектуальной транспортной системы в городе Ставра, при этом с детектированием ДТП, ЧС и каких-то, возможно, нештатных ситуаций. То есть все эти мероприятия помогают, конечно, повысить безопасность дорожного движения, да, но я хочу подчеркнуть, что в первую очередь снижение количества ДТП будет зависеть от правосознания именно пользователя автомобильными дорогами, именно от водителей, да, потому что очень много обращений и в адрес Министерства дорожного хозяйства поступают, и в органы местного самоуправления. Значит, какая ситуация происходит? Сделали новую дорогу, постелили новый асфальт, существенно возросли скорости. Вот. Отсюда выполняются сопутствующие мероприятия, да, по установке тех же искусственных дорожных неровностей, какие-то комплексы фотоидеофиксации приходится составить именно для успокоения скоростного режима, потому что чем лучше дорога, тем, соответственно, и выше скорость. Ну да. Одним из приоритетов краевого правительства и министерства является безопасность, особенно касается дорог, конечно, к социально значимым объектам, вы уже об этом тоже сказали, но все же школы, детские сады, больницы и так далее. Вот в этом направлении что уже сделано и какие планы в целом на этот год? Ну, если брать, к примеру, 2020 год, да, 2022 год уже закончился, да, по которому можно... Судить, да? Да, уже, да, судить там и подводить, ну, какую-то там итоги точку, да, то в прошлом году у нас было 13 таких объектов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Это город Ставрополь, Изобильный, Невиномыск, то есть именно те города, которые и населенные пункты, села, которые включены в Ставропольскую городскую агломерацию в рамках реализации национального проекта «БКД». Значит, в этом году работы на объектах национального проекта продолжаются, и в текущем году, значит, у нас таких участков будет 18. Кроме того, в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» и Министерством дорожного хозяйства и транспорта предоставляются субсидии органов местного самоуправления, и, значит, на комиссиях по безопасности дорожного движения губернаторам неоднократно подчеркивалась необходимость выполнения именно всех мероприятий в комплексе. То есть не только устройство нового покрытия, но и где надо устройство пешеходного ограждения, пешеходного перехода, светофоров. То есть дано поручение владельцам дорог при формировании сметной документации на проведение работ наполнять их именно техническими средствами организации дорожного движения для обеспечения безопасности. Напомните, до какого года эта программа будет действовать, о которой мы сегодня говорим? Безопасность дорожного движения до 2024 года. В дальнейшем, естественно, она будет продлеваться. Будем пересматривать мероприятия уже с учетом каких-то новых подходов. Также, несомненно, у нас сегодня идет перераспределение транспортных потоков как по краю в целом, так и по всему Северо-Кавказскому федеральному округу. С учетом того, что край у нас транзитный, как я уже говорил, и с учетом режима работы аэропортов в целом в Южном федеральном округе, в Северо-Кавказском федеральном округе, на сегодняшний день у нас только в Старопольском крае два аэропорта. Ну, плюс Сочи, можно так сказать. То есть, очень большой поток туристов на Кавказские минеральные воды. И уже исходя из этого, будем предусматривать мероприятия уже на последующие периоды. Но вот уже какие-то планы есть на 2024 год? Уже что-то обозначено? Да, планы есть. Мы сейчас формируем для нашего бюджетного учреждения государственное задание на следующий год. Уже есть предварительно и объекты ремонта, которые будем выполнять в следующем году. И с точки зрения безопасности, это, предполагаем, это новые светофорные объекты. В частности, очаг аварийности. Это на обходе города Буденовска пересечение с автомобильной дорогой Александровская-Новоселецкая-Буденовск. Очень большое пересечение. Ввиду возросших потоков стали чаще происходить ДТП. Планируем там строительство светофорного объекта. Также другие пересечения. В частности, в районе Кавказских минеральных вод. Это северо-западный обход города Пятигорска. Тоже планируем строительство светофорного объекта. Новые комплексы фото-видеофиксации. Также предполагаем установку детекторов транспорта для отслеживания интенсивности дорожного движения. Мониторинга, так называемого, дорожного движения. Для того, чтобы более четко понимать интенсивность движения, состав потока. Где более высокая интенсивность грузового, скажем, транспорта, легкового и так далее. На каких пересечениях они поворачивают. Ну и создание так называемой матрицы корреспонденции. Программа наша уже подходит к концу. Хочу вам задать последний вопрос. Интересно, все-таки откуда перенимаете опыт? Это федеральный опыт? Это Москва? Или у нас все-таки особенный край? Здесь какие-то свои нюансы, естественно, есть? Особенности? С точки зрения безопасности, наверное, каждый субъект индивидуален. Но, тем не менее, да, все общие принципы и подходы, они едины. И, несомненно, да, вот пользуемся опытом и федерального дорожного агентства, в частности, федерального казенного учреждения «Упродор-Кавказ». Где-то они являются у нас проходцами в край, как это было с тросовым ограждением. Да, ведь трос у нас появился впервые на федеральных дорогах. Уже в дальнейшем, да, начали применять его мы. Где-то мы пользуемся опытом соседних субъектов. Там Ростовская область, Краснодарский край. Тем не менее, с точки зрения организации дорожного движения, хочется сказать, что и мы тоже можем, да, поделиться опытом с теми же муниципалитетами, с нашими, да, всегда оказываем поддержку. У нас на базе нашего подвенственного учреждения «Стававтодора» сейчас функционирует центр организации дорожного движения. Вот на базе государственного казенного учреждения, дирекции автомобильных дорог, есть проектный отдел, который занимается именно разработкой проектов и схемой организации дорожного движения. То есть эта работа налажена. Хочется сказать вам спасибо, потому что знаю, многие, приезжая из других регионов, отмечают, насколько у нас хорошие дороги и хорошо организовано движение. Спасибо. Спасибо вам большое, что были сегодня с нами. А в гостях у нас был Александр Ротов, заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. Уважаемые телезрители, берегите себя, оставайтесь на своем. Продолжение следует...